Вот узкое место – это логистика, транспортная связь. И одной авиации здесь, конечно, будет недостаточно. Скоростные железные дороги – это достаточно дорогое удовольствие, достаточно дорогое. И здесь нам на помощь приходит такой замечательный транспорт, как струнный транспорт Юницкого. Об этом все больше и больше и говорят. Это замечательное направление, струнный транспорт, которое значительно дешевле по себестоимости, чем железная дорога. Но принцип, я понимаю, такой же у него. Принцип – это струнный транспорт, что? Это когда действительно натягивается, ставятся такие вот вышки небольшие, натягивается струна, и по нему могут бежать действительно поезда до 500 км в час, сейчас разрабатывается. Представляете, это скорости авиации. Для таких пространств то, что надо, да. Это вот то, что необходимо, чтобы тысячи-тысячи километров проложить пути. Уже есть этот транспорт, работает у нас. Кстати, это белорусская компания, струнный транспорт Юницкого. Работает в Мариной Горке, работает уже, построили в Арабских Эмиратах. Уже есть целый ряд других проектов. И если это масштабировать, и если вот благодаря банку развития, о котором мы говорили, где будут сотни и сотни миллиардов долларов там в эквиваленте, направить вот на этот струнный транспорт и связать все страны ШОС, это будет, ну, такая мощь, что уже к 35-му году далеко страны Запада оставим позади. А то и к 30-му. Почему бы не помечтать? А можно и за 5 лет уже сделать ключевые проекты. Но, думаю, к 35-му это реально. Вот как раз, когда вот декларация до 35-го года, стратегия развития, да. 10 лет летит быстро, деньги не требуются какие-то сверхкосмические. Да, они большие, но это можно все сделать. Поэтому струнный транспорт Юницкого – это будет основа логистического прорыва.